Жора Фемелиди был балаклавец, а балаклавцы – непростая порода. Нигде больше не найти такого бурного смешения и кровей – готской, итальянской, татарской и греческой, как в балаклавцах. Оттого и вырастают они кипучий старого вина, шумные любители соленой шутки, сердцееды, не покорные, как древняя генуэзская башня над их родным городом, которую не могли разрушить ни века, ни бешеные морские ветры. Как всякой балаклавец, Жора был непомерно самолюбив и вспыльчив. Он напоминал то ехидное растение, которое лепится по прибрежным скалам и называется морским огурцом. Невзрачные плоды его, похожие на корнишоны, при легчайшем прикосновении к ним неосторожного прохожего, с треском плюются мокрыми семенами, как разозленный верблюд. Так же мгновенно и шумно вскипал Жора при малейшей обиде. А обидой ему казалось все, что противоречило его желаниям и его представлению о собственной личности. Был он долговяз, смугл, гибок и худ, а зрачки его влажных глаз сверкали, как отполированные шарики чистого антрацита, впаянные в голубоватый мрамор белков. В роте он имел установленную репутацию крикуна, занозы и беспокойного человека. Поэтому, выбирая пятерку бойцов для отправки в снайперскую команду батальона, лейтенант Сидельников внес первый в список фамилию Фимилиди. Лейтенант тайно надеялся хоть на время отдохнуть от шумливого потомка Гомера. Жора не разгадал хитрости лейтенанта. Он принял назначение как почетное отличие и весело сверкнул своими антрацитными шариками. Потом, не дожидаясь, пока соберется остальная четверка, он подхватил вещевой мешок с парой трусиков, початым флаконом Красной Москвы, бритвой и любимой мандолиной, и отправился в район штаба батальона разыскивать инструктора команды снайперов старшего сержанта Бондарчук. Но на пороге указанной ему землянки сидел краснофлотец, задумчиво штопая штаны второго срока. На вопрос Жора он сообщил, что сержант в текущий момент находится у командира батальона и прибудет так через полчасика. Солнце висело в зените. Порыжелый от зноя полдень, горячей лавой растекался по каменистой почве. Дрожали струйки раскаленного воздуха. Как природный крымчак, Жора ненавидел жару и потащился в сторону, разыскивая какое-нибудь укрытие. Но трудно найти настоящую освежающую прохладу на голых севастопольских высотах и пришлось ограничиться условным холодком под чахлыми кустами березы. Чтобы скоротать ожидания, Жора вытащил из мешка мандолину, разлегся поудобнее и с ненавистью, посмотрев на пылающую синюю высь, забринчал танго «Утомленное солнце». Играл он, несмотря на зной с упоением, не заметив даже, как резкая синяя тень легла на мандолину. «Довольно неудобное место для концерта, а играете неплохо». Голос был грудной, высокой, и Жора удивленно вскинул голову. И заморгал так, словно взглянул на солнце и опалил глаза. Он увидел худенькую девушку в армейской форме. Примятая пилотка бочком сидела на ее аккуратной небольшой голове. Пушистые волосы золотились на солнце. У девушки был маленький точеный носик, по-детски припухлые губы, а загорелое лицо точно освещалось изнутри теплым светом глаз, синих, как вода в бухте. Жора обомлел от неожиданности. Но замешательство было не в правилах коренного балаклавца. Вскочив на ноги, он неотразимо ухмыльнулся, щелкнул каблуками и произнес с преувеличенным восторгом. «Калимера калисперра! Волшебная игра природы! Видение, превышающее воображение! Какая яркая индивидуальность!» Угловатые бровки девушки дрогнули и сошлись к переносию. Смотря в глаза Жори, она неожиданно резко спросила, «Вы кто такой?» Это не понравилось Жори. От своего безошибочного, не раз проверенного на женской психологии приема, он ждал иной реакции, смущения, застенчивой или лукавой улыбки. И вдруг... Да с какой, собственно, стати эта печуга так обращается с ним, с закаленным фронтовиком. И кто она-то сама? Какая-нибудь сандружинница? В лучшем случае радистка или зенитчица? А фасонит, как командир. И Жора насмешливо процедил. «Польщен вашим интересом до моей личности. Я граф Сан-Джорджио Джованни де Медуза Паламида, адмирал Балаклавского порта. Я вас спрашиваю, кто вы такой?» Еще резче повторила девушка. Жора весь напружился злостью, как морской огурец, готовый плюнуть зрелой мякотью. Оскалив тридцать два слепительных зуба и дерзко прищурясь, он брякнул. «Ну вот, шо, милая барышня, раз вам деликатный разговор непонятен, то и проваливаете мелким шариком. Тоже чайная роза!» Он вложил в этот эпитет все яростное презрение к нахальной девчонке, которая вскипела в его обидчивом сердце. Но девушка даже не изменилась в лице, словно Жорина дерзость прошла мимо ее слуха. «Отлично!» – сказала она совершенно спокойно. «Значит, вы адмирал Балаклавского порта. Очень приятное знакомство. Ну, а я, к вашему сведению, старший сержант Бондарчук. Для первого шага делаю вам, товарищ Краснофлотец, замечание за непристойное кривляние и грубость. И если не хотите заработать более крупные взыскания, извольте отвечать на вопрос». Желтая раскаленная земля завертелась перед Жорой. Только теперь он рассмотрел защитные треугольнички на таких же петлицах. Против собственного желания он автоматически выпрямился. Краснофлотец третьей роты Фемилидии. «Прибыл в ваше распоряжение, товарищ старший сержант». С трудом выдавил он сразу пересохшим ртом. Синие глаза обдали его нестерпимым блеском, и ему захотелось провалиться, когда он услышал презрительный голос. «Очень ценные приобретения. Именно всю жизнь мечтала, чтобы мне прислали такое сокровище. Обратитесь к старшине Треногову, он укажет вам, где поместиться. И можете быть свободным до вызова». И, повернув Жоре спину, старший сержант Бондарчук удалилась, легко ступая по камням. Подобрав мандолину, Жора в смятении чувств разыскал Треногова. Кругленький, широкоплечий, живчик старшина после первых слов всмотрелся в вытянутое лицо Жоры и участливо спросил, «Ты шо, браток, с лица потерянный, будто к тебе тещина постоянно приехала с правом на жилплощадь?» Жора уныло махнул рукой и рассказал старшине о происшествии. Старшина почесал веснущатый нос. «Здорово напоролся», – сказал он с мужским сочувствием. «Теперь держи ухи на макухе, она тебе приварит эта чайная роза. Она насчет дисциплины пристрастные понятия имеет. Зато стреляет, рассказать невозможно. Который нормальный снайпер, тот просто в глаз бьет, а она в самый зрачок норовит. Сам увидишь». Остаток дня Жора провел скучно и тревожно. Будущее представлялось невеселым. Ничего не может быть хуже порчи отношений с начальством с первого дня. Толку из жизни после этого не будет. И Жора чистил себя отборными балаклавскими эпитетами, едкими, как стручковый перец. Камбала одноглазая, морской кот слепой, ругался он втихую. Знаков различия не мог сразу разобрать. Да кто ж его знал? Бондарчук, Бондарчук, такая фамилия, не разбери какого пола. И думать не мог. Эх, вляпался Жорка, держись. Он заснул неуспокоенный. После побудки его вызвали к старшему сержанту. Жора предстал перед начальством, хмурый и поникший. Сержант Бондарчук критически осмотрела его с ног до головы. На вид, сказала она, хороший боец, а вчера тошно смотреть было, как рыжий в цирке. Жора осторожно молчал. С винтовкой обращаться умеете? Спросила Бондарчук. Жора затрясся. Это было уже чересчур. Вчера он ответил бы на такой вопрос. Ой, как ответил бы. Но сейчас он только потемнел от ярости и буркнул. Второго года службы, товарищ старший сержант. Учи ли? Не знаю, ответил Бондарчук. Многому придется переучиться. Снайперское дело иногда не столько стрельба, сколько умение ждать, когда можно будет выстрелить. А чтобы этого дождаться, надо уметь видеть. На первый раз проверим вашу способность к наблюдению. Пойдемте. Жора покорно поплелся за старшим сержантом. Несмотря на злость, которая бушевала в нем, он начал сознаваться самому себе, что сержант – командир хоть куда. Они пробрались к замаскированной, перекрытой бревнами снайперской ячейке на гребне холма. Внизу белая от пыли струилась, как речка, проселочная дорога. Вдоль нее валялись повальные телефонные столбы, опутанные кольцами порванной проволоки. По противоположному склону лепились заросли дикого сливника. Бондарчук показала Жоре на эти заросли. Вот проберетесь туда, пока не увидите поворота дороги в долину. Заляжете и будете наблюдать в течение двух часов. Человек появится, повозка, лошадь. Блеснет что-нибудь, дымок пойдет. Запоминайте место и засекайте направление по компасу. С компасом справляетесь? Хорошо. Все ясно? Ясно, хмуро сказал Жора. Огня не открывать, пока не начнут стрелять непосредственно по вас. То есть, когда станет ясно, что вы обнаружены. Тогда можно отстреливаться. Но не нужно этого допускать. Снайпер должен уметь видеть и быть невидимкой. Трогайтесь, я буду вас ждать здесь. И имейте в виду, там довольно опасно. Жора вскинул голову, как конь, которого дернули за повод. Глаза его зажглись злыми кошачьими огнями. Что она в самом деле думает о нем? Это чайная роза. И он огрызнулся. Не в таких передел, как бывал, товарищ старший сержант. Воевать не с кумбрией на сковородке жарить. Но Бондарчук не захотел понять дерзкого намека на домашнее хозяйство. Ладно, меньше слов, больше дела. Это еще Суворов говорил. Выполняйте приказание. Жора выбрался из гнезда и пополз к назначенному месту. Он достиг его без всяких приключений, приметил под изогнутым стволом терно-неглубокую ямку, забрался в нее и, обломав для очистки обзора несколько веточек, прикрыл ими себя. Потом стал приглядываться к местности. Под ним строилась та же дорога. На ней темнело несколько опаленных воронок. Очевидно, дорога попала под короткий, но сильный обстрел. Подальше, над дорогой, вздымалась отвесная бело-желтая с подтеками от дождей скала из того мягкого камня, который пилили дровяными пилами для севастопольских построек. В ней чернели узкие дыры. Это был северный край Инкерманского пещерного города. Напротив жоры подымался такой же поросший диким сливником склон и по нему змеился, сбегая к низу, оросительный кювет. В долине голубели пятна садов, а еще дальше вставали зубчатые вершины. На них время от времени вспыхивали бледные молнии, сопровождаемые глухим громом. Оттуда била по городу фашистская артиллерия. Жора проглядывал каждую складку, каждый уголок, напрягая глаза, стараясь не шевелиться, не поворачивать головы. Он успел уже заметить обозную повозку, которая пронеслась в долине, дымок не то костра, не то полевой кухни за забором разбитого хутора. Потом в одной из пещерных дыр мелькнула и скрылась смутная фигура, и Жора заметил эту дыру по нависшему над ней ржавому камню. Потом долгое время он не обнаруживал нигде признаков жизни и уже начал скучать, как вдруг из кювета напротив выскочила курчавая беленькая собачонка. Она присела на задние лапки и пискливо затявкала. Жора всмотрелся и увидел на ее шее голубую ленточку. Это удивило его. Видимо, собачка в военной тревоге отбилась от хозяев и блуждала голодная по зарослям. Жора пожалел ее, и у него возникла мысль приманить ее и отвезти в батальон. Все-таки забава для ребят. Он тихонько засвистал. В сонном и знойном воздухе свист должен был быть слышен далеко, но собачка по-прежнему подпрыгивала на месте и тявкала, не слыша призыва. Жора приподнялся на локтях и засвистал громче. В ту же секунду голова его словно раскололась от грохота. Оглушенный он так быстро юркнул в свою ямку, что сильно ударился носом о камень. В глазах у него потемнело, и он не сразу понял, что это каска налезла ему на лицо. Он осторожно снял ее и увидел на левой стороне козырька косую рваную пробоину с острыми лепестками развороченной стали. Он мгновенно вспотел. Чуть правее, и пробоина была бы в его голове. Снова напялив каску, он попытался сдвинуться назад, и сейчас же пуля вскопала щебень у его плеча, подняв белесое облачко пыли. Но теперь Жора успел заметить взблеск выстрела на краю кювета рядом с собачкой, которая больше не прыгала и не тявкала, а лежала на боку, деревянно вытянув лапки. Жора понял, что его поймали на приманку, как глупого бычка. «Годи, господа бога, свиной огрызок!» – прошептал он, белее от обиды и злобы. «Годи!» Он медленно и тщательно прицелился в собачку. От удара пули она подпрыгнула, и из ее пробитого тела клочьями полетела ватная начинка. «Ага, выложил твоего кобелька, спортил породу!» – злорадно усмехнулся Жора. Фашист тоже озлился и не выдержал характера. Он расковырял землю у головы Жора целой очередью. Но этим окончательно обнаружил себя. Жора увидел и черное дуло автомата, и серо-зеленое плечо, и склоненную к прикладу голову. Он послал пулю в эту голову. Дуло автомата дрогнуло и поникло. «Маринованный баклажан по-советски кушал», – сказал Жора сквозь зубы и отер потный лоб. На противоположном склоне белела разорванная собачка и чернела дуло смолкшего автомата. Жора не спускал с него глаз. Он не был бы балаклавцем, если бы не захотел захватить вражеское оружие. Кинув быстрый взгляд кругом и не видя никакой опасности, он выполз из ямки, по-пластунски загребая руками, но не продвинулся и на длину своего тела, как две пули настигли его с разных сторон. Одна с шипением ушла в землю, как уползающая в нору змея, вторая ожгла левое плечо. Это заставило ее острым глав ринуться в ямку. Сердце у него застучало, как мотор. Он понял, что попал в ловушку, что за ним охотятся. Число врагов было неизвестно. Может быть, целый взвод пялит на него буркалы. Жора пощупал пробитое плечо. Оно горело, но он мог двигать рукой, хотя каждое движение отдавалось болью. Он лежал неподвижно, тяжело дышал и думал. Конечно, теперь ему не выбраться из этой ямы. Но запросто его не возьмут. Он отдаст свою жизнь не иначе, как за хорошую цену. Так, чтобы о нем Жоре и Фемелиде пели в Балаклаве гордую песню, как о тех черноусых предках, обвешанных ятаганами и пистолетами, засиженные мухами портреты которых висели в каждом балаклавском домике. Он закрыл глаза и вспомнил Балаклаву. И все его тело запротестовало против смерти. Слишком мало еще он прожил. Слишком мало отведал раннего кисловатого молодого вина. Слишком недолго любил огненнооких балаклавских девушек. И в нем поднялась тяжелая злоба на сержанта Бондарчук. Ведь она знала, посылая его сюда, что тут за подня. Так небось не пошла вместе с ним, а погнала на смерть его одного. И еще раскалила намеком на опасность. У чертова кукла! Сидит теперь спокойненько в гнезде. И мало ей заботы, что тут умирает краснофлотец Фемелиди двадцати двух лет. Он чуть приподнял голову, чтобы, по крайней мере, определить, где могут находиться враги. И это движение снова едва не стоило ему жизни. Пуля боком чиркнула по каске. Тогда, задрожав от бешенства и бессилия, он лег ничком и вцепился зубами в сухую веточку, неистово разгрызая ее. И в этот миг над самым его ухом оглушительно лопнул выстрел. Жора рванулся вбок, уверенный, что враг подкрался сзади. Но, повернув голову, ахнул. Из-под лохмотьев маскировочного плаща, утыканного листвой, на него в упор смотрели синие, как вода бухты, глаза. «Живы?» – спросил знакомый грудной голос, вливаясь теплом в грудь Жоры. «Лежите тихо, не двигайтесь. Одного я уже сняла». Жора притих. Он видел, как положенный на камень дуло винтовки сержанта медленно продвигалось влево и замерло. Жора пялил глаза по этому направлению, но не видел ничего, кроме густой листвы. Ударил выстрел, обдав его жаром, и из листвы, хватая пальцами ветки, тщетно стараясь удержаться, вывалился и распластался на откосе фашист. Листва затряслась, и сквозь нее Жора увидел двоих бегущих из своей засады. Третий выстрел сразил одного из них на бегу. Второй успел скрыться за непроницаемой сеткой стволов. «От сволочь!» – огорченно сказала Бондарчук. Уплелся, перетянула с прицеливанием. «Да вы что, раненый?» – быстро спросила она, увидя землистое лицо Жоры и застывающую лепешку крови на его плече. «Чиркнула!» – небрежно проворачал Жора, обретая прежнюю лихость. «До свадьбы ноющий визг не дал ему договорить. Рядом брякнулась и разорвалась тяжелая мина. Черный дым призрачным монахом, недвижно и плотно, встал в воздухе, и мгновение спустя сверху посыпались поднятые взрывом обломки деревьев и камня. И вслед за взрывом по сливнику, как вода из шланга, туго хлестнула пулеметная струя. «Ого!» – всерьез обиделись. «А ну, ходу!» – крикнула сержант Бондарчук, и скорчесть в три погибели бросилась в чащу сливника. Преодолевая боль от толчков в раненом плече, Жора мчался за ней. В непроходимой чаще они остановились, и Жора рискнул высказать свое мнение. «Мы же не той дорогой идем, товарищ старший сержант. Знаю, что не той. Той нельзя уже, она вся простреливается. Пойдем обходом. Можете идти?» «Чтоб Жора Фемелиде не мог идти из-за кошачьей болячки!» – сердито сказал Жора. Они карабкались сквозь колючую чащу еще минут десять. Шипы терно вырывали лоскуте их одежды, царапали и резали руки и лица. Заросли окончились над обрывом. «Давайте вниз!» – сказала Бондарчук, и, спустив ноги за край обрыва, поехала спиной по почти отвесному скату. Жора свалился вслед за ней. Внизу они поднялись, оборванные, как бродяги, перебежали по дну балки и нырнули в пролом какого-то забора. За забором был фруктовый сад. Сонная золотая тишина окутывала его, и показалась Жоре неправдоподобной после пережитого. Сквозь ветви яблонь и груш белел покинутый домик, напоминая о былом мире и покое. Лениво жужжали пчелы. Пролезая сквозь живую изгородь из блестящего на солнце буксуса, Жора задел ногой за ветки и повалился вперед, проламывая головой упругую стену зелени. Охнув от боли, он поднялся и увидел, что упал на штамбовый куст, росший за оградой. Он обломал его при падении, и на сломанном стебле перед его глазами медленно раскачивало, сгоря на солнце, как волшебные чаши из прозрачного розовато-оранжевого фарфора, огромная чайная роза. Он смотрел на нее, и его рука сама протянулась к ней и оторвала надломленный стебель. — Ну, выбрались. Теперь в порядке, — сказала сержант Бондарчук, смотря не на Жору, а на свои кровоточащие руки, изодранные колючками терна. Потом, вспомнив, она повернулась к Жоре. — Вас перевязать надо. — Что вы так на меня уставились? — спросила она с гримаской, увидя устремленные на нее блестящие антрацитные шарики. Тогда Жора поступил так, как должен был поступить балаклавец. Весь в пыли, оборванный, окровавленный, он шагнул вперед. — Вот какая штука, — сказал он. — Вчера вышло недоразумение. Так давай, товарищ старший сержант, кончим это дело. Жоров и Мелидин и такой человек. Жоров все понимает. Давай лапу на вечную морскую дружбу. Чайная роза. Сержант Бондарчук посмотрел на настоящего перед ней долговязого парня со сверкающими преданностью глазами. И в синих глазах ее молнией пробежал мягкий свет. Она усмехнулась и шлепнула маленькой жаркой ладонью по протянутой ладони Жоры. — Ну, давай, адмирал Медуза, снайпер из тебя выйдет. Дай-ка я тебе эмблему приспособлю. И Жора бережно всунул в кармашек гимнастерки сержанта чайную розу. Выпрямляясь, он ощутил звон в голове и пошатнулся, но рука сержанта Бондарчук не дала ему упасть. Он оперся на нее, и так рядом, плечо к плечу, спаянные лучшей из дружб, дружбой рожденной в бою, они пошли к своим.